Добрый день. Если у вас возникнет желание обратной связи, пожалуйста, я жду ваших вопросов, ваших предложений по проведению... Если плохо, то отметьте, если нет, то хорошо. И, пожалуйста, большая просьба, ваши предложения по темам вебинаров, потому что, естественно, что я предлагаю вам то, что считаю необходимым на данный момент, и то, что действительно, конечно, ближе для меня, для самой. Но, возможно, что ваши предложения будут приемлемы для меня, и я с удовольствием подготовлю вебинар. Для тех, кто со мной не знаком, я врач-психиатр, педагог-психолог высшей квалификационной категории, психофизиолог, доцент кафедры физиологии и общей биологии Башкевского государственного университета. Ну и сегодня, опять же, одна из животрепещущих для всех нас тем, это инклюзивное образование. К сожалению, очень многие аспекты этого насущного вопроса рассматриваются не совсем в адекватной ситуации, поэтому попробуем сегодня отграничить то, что необходимо делать педагогу-психологу именно в образовательном учреждении по работе с этой категорией детей, с его ближайшим окружением. Естественно, что федеральный государственный образовательный стандарт ввел это понятие, и естественно, что есть какие-то определенные требования правовые. Ну и естественно, что, как всегда, мы с вами начинаем сначала, то есть причин, почему, потому что, ну, я недаром вам на первое место определила, что я врач-психиатр, естественно, что я, у меня четко мышление ориентировано на причинно-следственные связи. Поэтому мы должны с вами вспомнить, кто-то, может быть, это первый раз, но в основном все вы педагоги, и когда-то вы с этим, с этими определениями сталкивались. Существуют эндогенные и экзогенные причины формирования нарушений развития, что, собственно говоря, и определяет понятие ограниченной возможности здоровья. Ну и естественно, что чем раньше патологический фактор воздействовал на плод, на эмбрион, на плод, на ранний возраст ребенка, тем, естественно, будут и первичные, и вторичные дефекты наиболее выраженными, и, соответственно, и проблемы обучения, воспитания, социализации будут более масштабными. Ну и внутренние факторы делят обычно на три группы по периоду жизни ребенка. Ну, пренатальные – это до рождения ребенка, все, что внутриутробно. Ну и естественно, что здесь на первое место будут выступать наследственные заболевания, которые передались по наследству, и те хромосомные аберрации, которые произошли в период зачатия. К сожалению, сейчас под воздействием внешних факторов, о которых мы скажем с вами позже, именно хромосомные аберрации, они расширяются. Сейчас, да, эти группы детей с редкими орфанными заболеваниями наследственными и с редкими хромосомными аберрациями, они редкие, но, тем не менее, их число, к сожалению, растет в связи с тем, что увеличивается количество вредных факторов, как в окружающей среде, так и непосредственно в окружении ребенка растущего. Но сюда мы, естественно, что отнесем хронические или острые болезни во время беременности матери, которые прежде всего влекут за собой гипоксические состояния внутриутробные, начиная с самого раннего периода. Наиболее опасным для формирования различных физических и дальнейших, может, психических нарушений, это, конечно же, период первого триместра, тогда, когда происходит закладка всех органов и систем, и, соответственно, дальнейший период уже будет означать дифференциацию всех органов и систем. И если гипоксическое состояние, ну, например, средствия остро перенесенного инфекционного заболевания у мамы, это одно, и если у мамы имеется хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, порог сердца, то, естественно, что более выраженные будут изменения. И прежде всего эти изменения будут касаться определенного, ну, определенных структур головного и спинного мозга. Процента, Лариса Валентиновна, определенного нет с ОВЗ, потому что в разных странах этот процент будет различным. И, естественно, что вот те проблемы, я просто могу сказать, что наиболее многочисленной группой детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей, это будут дети с интеллектуальной недостаточностью, то есть с поврежденным развитием и с психическим дефектом. То есть дети с задержкой психического развития и дети с умственной отсталостью. Это наиболее многочисленная группа. К сожалению, сейчас выросло количество детей с нарушениями слуха, с нарушениями зрения. Большой процент в эту группу добавляет недоношенность детей. Вот эти ретинопатии недоношенных детей, особенно на очень ранних сроках прерывания беременности, ранних родов, естественно, что это необратимые и очень часто эти дети будут слепыми. Вот поэтому количество, например, детей с нарушениями зрения, оно возросло в группе, естественно. Но в общем, в количестве детей рожденных, этот процент остается приблизительно стабильным. То же касается и детей с нарушениями слуха. К сожалению, возрастает количество детей с детским церебральным параличом. И основная масса, конечно же, это дети, у которых произошло повреждение центральной нервной системы во время беременности женщины. Но и есть определенная часть детей, которые получили травмы центральной нервной системы именно в период родов. Какие же сложности именно в этот период, сопровождающий период родов, могут повлиять существенно на состояние здоровья ребенка? Ну, прежде всего, это, естественно, осложнение во время родов. Процент этих осложнений небольшой, но последствия со стороны здоровья детей. Дело в том, что их достаточно... Сейчас, попросили звук добавить, сейчас я посмотрю. Почему-то у меня звук я добавляю, а он у меня падает. И дело в том, что именно эти дети в период родов получают наиболее сложные дефекты центральной нервной системы. И связано это, естественно, с тем, что кровоснабжение совместное с матерью уже нарушается, потому что ребенок должен уже родиться. И первый вдох ведь зависит не от того, что его по попе пошлепали, а от того, насколько возросла концентрация СО2 в крови ребенка. Потому что прекращается, снижается, а потом и прекращается кровоснабжение со стороны мамы. И, естественно, что еще ребенку необходимо срочно вздохнуть для того, чтобы он начал функционировать газообмен, система газообмена. Естественно, что если эти роды затяжные, если это связано, например, с предлежанием плаценты, тогда, когда плаценты начинают отслаиваться раньше, чем ребенок готов к появлению на свет. То есть здесь осложнений достаточно много, но они все-таки носят единичный характер. Наиболее, конечно, подвержены каким-то определенным изменениям. Это дети, которые рождаются преждевременно и необходимо при их рождении использовать кесарево сечение. Двойной негативный фактор. Естественно, повреждения будут значительно выше. Ну и есть категория детей, которые рождаются с повреждениями определенными, в том числе и физическими. Тогда, когда есть ошибки ведения родов. Неопытность акушера, сложность ведения родов определенной, непослушание мамы в этот момент. То есть тоже факторов очень много. Несмотря на то, что этот период достаточно кратковременный, гипоксия даже в течение 1-2 минут может нанести очень существенные повреждения в центральной нервной системе. Прежде всего мы говорим об этом, потому что, естественно, что это и органы чувств, это и интеллектуальное дальше развитие, ну и, соответственно, дальше социализация. Ну и постнатальные, то, что уже происходит после рождения, это прежде всего физические травмы у ребенка. К сожалению, я смотрю, просто статистика, вот именно вот категория этих детей возросла существенно, потому что, ну и вот, например, я слежу за статистикой дорожно-транспортных происшествий в определенной территории, и существенно в этом году возросло количество травмированных и погибших. А среди травмированных огромный процент детей. Соответственно, что любая травма автомобильная при дорожно-транспортном происшествии, это, естественно, прежде всего травма головы. Ну и, естественно, что если даже эта травма будет незначительной, последствия в любом случае будут наблюдаться. Ну и вторая большая группа – это инфекционные соматические заболевания. Ну, если вы помните варианты дизонтогенеза, то есть варианты неправильного формирования психического развития, то, естественно, что мы вспомним с вами, например, задержку психического развития соматогенного происхождения. То есть задержка происходит тогда, когда есть какое-то заболевание. И это заболевание, необходимость частого стационирования ребенка, многочисленные медицинские процедуры – все это, естественно, будет откладывать отпечаток на развитие. Почему? Немножко позже. Так, дальше. Экзогенные или внешние причины – причины социально-биологического характера. Ну, на первое место, естественно, мы с вами должны выставить депривацию основных физиологических и психологических потребностей ребенка. Но не секрет, что сейчас находят детей в состоянии маугли, то есть детей социально не просто дезадаптированных, а детей, которые не имели возможности адаптироваться, потому что у них не было этих условий. Эти дети не получили тех, для них не были созданы обычные нормальные условия, в которых их развитие наблюдалось бы в диапазоне нормального развития. Вот неблагоприятные, доприваться каких основных физиологических и психологических потребностей ребенка. Ну, вот здесь мы давайте с вами вспомним те виды основной деятельности, которые по возрастам присущи возрасту ребенка. До года – это что? Это эмоциональное общение с мамой. Нет эмоционального общения с мамой, нет, к сожалению, развития эмоциональной сферы. Или она искажена. Это, к сожалению, наблюдается достаточно часто, особенно в последнее время. Ну, не взаимодействуют близкие с этим ребенком. Дальше. Следующий. Это игровая деятельность, это манипулятивная деятельность, действенное действие игровое. И дальше – наглядное, образное и логическое. То есть каждый раз, если ребенок лишен этой возможности, то наблюдаться будет, ну, по меньшей мере, задержка психического развития. До сих пор вспоминаю, ну, просто, вы знаете, со слезами на глазах, один случай, когда в буквальном смысле из самых добрых побуждений произошло вот как раз это. Перед тем, как дети идут в школу, естественно, что они проходят определенное социально-психологическое обследование. Я это проводила, у меня есть алгоритм определенный. И ребенок, ну, среднестатистический ребенок с хорошими, сформированными навыками, трудолюбивый. Ну, и как-то он ушел из поля зрения, потому что я их отслеживаю. Ну, решили, что они пошли в другую школу, потому что была дана рекомендация, что ребенок развивается очень хорошо. И если вы хотите, потому что школа была абсолютно обычная, ну, если хотите, потому что был вопрос, можно ли его отдать в какую-то другую специализированную школу с какими-то более сложными программами. Он сказал, ну, в принципе, ребенок у вас готов, но единственное, что придется заниматься, конечно. Ребеночку было 7 лет полных. Ну, и когда на следующий год привели опять этого ребенка, я вспомнила про него и была очень удивлена, почему его не отдали в первый класс. И на что мне родные сказали, мы решили, что он к школе не готов. Я говорю, простите, а кто это решил? Ну, и, как я поняла, это решила бабушка, мамина мама, бывший педагог с большим стажем, ну, и с особенностями, конечно, профессиональной деформации. И целый год они этого ребенка готовили к школе, по их мнению, правильно, чтобы он всегда правильно отвечал. Ну, результатом этого была задержка психического развития. Да, она была не очень выражена, но все то, что у мальчишки было дано от природы, к сожалению, очень многое за этот год он растерял. Ну, и в последующем, естественно, возникли очень серьезные проблемы школьной адаптации, потому что был основной и очень выраженный страх в ситуации проверки знаний. ребенок искал всегда правильный ответ, хотя правильного ответа не было, особенно в тех ситуациях, когда нужно было рассуждать. Вот небольшое такое отвлечение. Ну, и неблагоприятные условия развития ребенка. Мы сами прекрасно с вами понимаем, что это все, что относится к условиям, прежде всего, психического развития. Ну, и сейчас, к сожалению, очень много людей, родителей, которые выбирают неадекватные стили воспитания, что, конечно же, существенно будет влиять на темпы, на гармоничность развития ребенка. Ну, и экологические факторы я выделила, конечно, потому что, к сожалению, да, есть у нас территории, в которых выражено воздействие вредных веществ, потому что на некоторых территориях, где существуют какие-то определенные производства, предельно допустимые концентрации вредных веществ иногда повышаются во много-много раз. Ну, и, к сожалению, есть причины, это раннее употребление табака, алкоголя и токсических веществ. Но если кто-то из вас наблюдал детей раннего возраста, раннего, я именно говорю об этом, которые употребляли ингабиционные токсические вещества, ну, их очень много, это и клей различный, и нефтепродукты, все, что угодно. Ну, я думаю, что никогда мы не забудем ни внешний вид, ни проявление. К сожалению, я видела таких ребятишек 5 и 6 лет, когда более старшие дети 80 лет, и их привали в свою компанию, и, к сожалению, мы говорили уже о вторичном слабоумии у этих детей, ну, что, естественно, тоже будет существенно влиять на дальнейшее их формирование. Ну, и что такое психолого-педагогическое сопровождение обучающегося СОВЗ? Мы должны понять, что это обязательно комплексный системный процесс не только наблюдения, но и обязательно воздействия именно на основе психофизиологии, психофизиологических особенностей, которые характеризуют состояние здоровья ребенка. То есть ребенок с определенными нарушениями, он определенным образом будет этот самый окружающий мир воспринимать и создавать вот эту картину, общую картину, что мы называем мировоззрением. Ну, к сожалению, не всегда это будет адекватным и полным, но, тем не менее, мы должны реализовывать, обязательно для этого существует психолого-педагогическое сопровождение, реализовывать его особые образовательные потребности, для того, чтобы он мог получить наиболее полное образование с продолжением. Ну, и вот я просто предлагаю вам категории их по-разному, разные классификации, в основном это первые 8, и дети с комплексными нарушениями. К сожалению, вот этих комплексных нарушений становится все больше. Вот опять же по поводу статистики, больше по отношению к числу детей с этой же патологией, которая была, например, 10-20 лет назад. В отношении с детьми, с общим количеством детей, это опять будет, ну, скажем так, небольшой процент, значительно меньше единицы, но, тем не менее, они, к сожалению, развиваются. И если мы говорим о том, что слабослышащие и слабовидящие дети, они, как правило, перед началом обучения имеют задержку психического развития, вследствие того, что они получают недостаточной информации об окружающем мире, особенно слабовидящие и слепые детки, то, естественно, что мы будем говорить о том, что необходимо совершенно другой подход к ним. Ну, и дети с нарушением слуха, дети с нарушениями зрения, с нарушением речи, опорно-двигательного, умственной отсталостью, задержкой психического развития. И вот мне хочется отдельно выделить для последней группы. Это дети с расстройствами аутистического спектра. Это не дети с ранним детским аутизмом, с диагнозом, то есть с синдромом Аспергера и с синдромом Каннера. Это дети с определенными расстройствами коммуникативной сферы, связанные с воздействием внешних, чаще всего, факторов. Это могут быть определенные какие-то моменты травматичные, психологические. Это могут быть разводы родителей, это могут быть скандалы постоянно, это может быть психологическая травля ребенка в семье, в детском образовательном учреждении, все что угодно. Но это не те заболевания, которые носят определенный характер и имеют определенную клиническую картину. Вот именно детей с расстройствами аутистического спектра, к сожалению, процент их возрастает. От очень слабых проявлений, которые мы будем обозначать как замкнутость, проблемы в общении со сверстниками, например, а со взрослыми ребенок общается, ну, относительно нормально. Это нежелание участвовать, например, в каких-то общественных мероприятиях, праздничных мероприятиях, развлекательных, обучающих и так далее. То есть вот это возможно. Нарушение речи при расстройстве аутистического спектра или ДЦП, следствие первого диагноза или комплексное нарушение. Ну, дело в том, что детский церебральный паралич, если затронуты определенные структуры мимических мышц лица, то, естественно, что это будет следствием, или, в смысле, вы хотите узнать, это будет рассматриваться как комплексное нарушение, ну, смотря какое нарушение речи. Если это общее нарушение речи и достаточно выраженное, ну, все-таки мы будем говорить здесь о первичном дефекте именно детский церебральный паралич. Нарушение речи, возможно, будет связано или с поражением коры головного мозга, или с поражением артикуляционного аппарата. Здесь нужно смотреть ребенка и уже определять будем, исходя из боли анамнеза, что было первично в данном случае. Ну, и дети с нарушением поведения и общения. Вот эта группа возросла тоже значительно. Связано это с тем, что вот то, что мы рассматривали с вами выше, это нарушение условий развития ребенка. Когда приводят ребенка в 7,5 лет к тебе на консультацию, и ребенок не выговаривает 17 звуков, причем не имея абсолютно никаких проблем артикуляционного аппарата, почему я так уверенно это говорю, да потому что в последующем полностью у ребенка была восстановлена речь. А проблема была в том, что родители очень обеспеченные, у ребенка было всегда длинняние, которое он был очень спокойный, ребенок сидел, играл, никто с ним не разговаривал, ну и он формировал речь ровно настолько, насколько ему нужно было обращаться с какими-то определенными просьбами. Но, к сожалению, это повлекло определенную задержку психического развития, которую мы корректировали на протяжении всех 5 лет, пока он у нас обучался в коррекционном классе. Здесь небольшая схема, можете ее тоже использовать для своих каких-то мероприятий, для понимания лучшего. Ну и следующее мы будем рассматривать с вами психологические особенности детей с ОВЗ, потому что отсюда прямо вытекают те мероприятия, те направления, которые нам необходимы для того, чтобы осуществлять эффективно это психолого-педагогическое сопровождение. Причем это особенности всех детей в той или иной степени. Вот это мы должны понять конкретно, что есть. Естественно, что у каждой из категорий детей с ОВЗ это будет различаться. Но в целом я выбрала те особенности, которые встречаются практически у всех групп детей. Низкий уровень развития восприятия, необходимость более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации. Вследствие этим является низкий объем знаний об окружающем мире. Потому что, вот смотрите, мы засовываем руку в карман, в кармане или в сумочке у нас много чего есть. Но почему-то мы достаем с вами что? То, что нам необходимо. А что нам необходимо в этот момент? Ну, например, ключи. То есть мы узнаем пальчиками наши ключи, связку мы достаем и иногда в полной темноте, не глядя, мы именно определяем тот ключ и вставляем его в замочную скважину, открываем. Например, а у ребенка с нарушениями восприятия тактильного, это дети с детским церебральным параличом, вот этой возможности не будет. Ему необходимо будет увидеть этот предмет для того, чтобы взять именно его. Вот что это такое. Естественно, что слепой ребенок, он гораздо быстрее будет на ощупь определять какие-то определенные предметы. Что делать, когда родители отказываются пройти полное обследование ребенка, обвиняя логопедов в непригодности и непрофессионализме, а у него явные нарушения и речь только о последствии. Имею ли я право отказаться от работы с малышом? Нет, вы не имеете права, Наталья Вячеславовна. К счастью, я считаю, что вы не имеете на это права, потому что все-таки вы будете дальше настойчиво продолжать работу с родителями уже. Да, опять возвращаюсь к этому вопросу. Почти на каждом вебинаре у нас возникает этот вопрос. Да, уважаемые коллеги, очень сложная категория для работы – это родители. С ними иногда бывает нужно находить особые какие-то определенные подходы, для того, чтобы убедить их. Ну, если у вас не хватает, например, опыта определенного, то обратитесь к более знающим коллегам для того, чтобы этого ребенка обследовать дальше. «Родители пишут жалобы и не идут на контакт». Ну, вы понимаете, вот здесь очень хорошая пословица. Яблоко от яблони далеко не падает. Поэтому ребенок и имеет эти нарушения, потому что какие-то нарушения определенного психического состояния наблюдаются и у родителей. Особенно, если это в детском саду, и родители никак понять не хотят, что нужно, тем раньше мы начнем работу с ребенком, тем легче ему будет в дальнейшем адаптироваться. К сожалению, родители не идут на контакт. Единственное, что могу подключить, посоветовать, подключайте административный ресурс. То есть обращайтесь в вышестоящие организации и обязательно пишите докладные. Почему вы не пишите докладные вашему руководству, что вот, ходили родители, проведена беседа, родители категорически отказывают. Пусть набираются эти. Дело в том, что, к сожалению, мне пришлось участвовать, в том числе и судебных процессах, когда, в общем-то, обвиняли и педагога. Ну, обвинение меня я как-то что-то не очень помню, но педагога обвиняли. Ну, у нас все было сделано. Вел свидетельничок наблюдений, приглашалась я, приглашался социальный педагог, на уроках мы были. И на суде мы представили все эти документы. И действительно, вина учителя, она не была доказана родителями, ничем, кроме их собственных эмоций. Ну, это вот такое небольшое отвлечение. Дальше. Недостаточная сформированность пространственных представлений, неполноценный анализ форм, установление симметричности, также дождественности частей, конструируемого его расположения, конструкции на площади, соединение, единое целое. Ну, согласитесь, что это характерно, действительно, для всех детей. Или это связано с низкоинтеллектуальным интеллектуальным развитием. Наталья Вячеславовна, и еще пишите докладные, и еще обращайтесь, например, в Центр экологической помощи. Просто обращайтесь. Пишите туда, просите помощи у вышестоящей организации. У вас же есть кто-то вышестоящий. Ну, я имею в виду методический центр, психологический центр, центр психологопедагогической помощи. Ну, и, соответственно, у всех детей это причина. Вот во второго пункта будут различные физические проблемы, но, тем не менее, действительно, это так. Ну, и вот этот пункт внимания, он характерен, действительно, для всех детей. И во многом он играет именно вот ту дестабилизирующую негативную роль в формировании целом психического развития. Ну, и, соответственно, у многих мы можем это рассматривать именно на то, рассматривать как синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Потому что, ну, он сопровождает, ну, он не является самостоятельным, естественно, заболеванием. Это состояние при различных поражениях центральной нервной системы, но, во всяком случае, есть. Память, естественно, ограничена в объеме из-за несформированности определенных пунктов внимания. И так далее. Основательная активность, замедленные переработки информации. Почему? Ну, потому что, смотрите, вот у меня в бочке год исполнился. Потому что какой период начался? Начался период самостоятельного хождения к различным объектам, которые заинтересовывают наше несение. И, соответственно, закрывание шкафов, убирание опасных предметов и так далее. Она имеет возможность осуществить поход к этому объекту, ощупывание этого объекта, пробование на зуб, облизывание этого объекта, разговор с этим объектом. Соответственно, информации она получает очень много. Но шкаф с ней не разговаривает. Но зато шкаф можно открыть. А в шкафу есть интересные вещи. Сидит мишка, один может разговаривать, а второй не разговаривает. И так далее. То есть примеров очень много. Например, ребенок с детским церебральным параличом. Он имеет возможность двигательной активности? Нет. Значит, познавательная активность будет снижаться. Для того, чтобы ему изучить объект, необходимо попросить родителей или чтобы родители догадались, что ему необходимо к этому объекту подойти и дать ему возможность. Но проблема, например, чувствительностью пальчиков. Он не может это сделать. Он не может ощупать. А при ощупывании правильном у ребенка с нормальным темпом развития, естественно, что получается как можно больше информации. Ну и мышление. Естественно, что это будет страдать в большей степени. И, соответственно, на этом в меньшей степени будет развиваться интеллект. Потому что задержка восприятия, проблемы внимания и памяти, соответственно, не дают возможности развиваться мышление в том темпе, который необходим для нормального темпа. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. Ну вот опять же, действительно, до всех причины будут совершенно разные. Прямая зависимость в этой потребности это группы детей с расстройствами аутистического спектра. Ну и в меньшей степени, может быть, это у расторможенных слабоумных детей. То есть здесь варианты различны, но, тем не менее, потребность это нарушена. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способ общения, самые игровые роли бедные. Почему игровые роли бедные? Ну потому что информации это немного об окружающем мире. Речь. Это может быть привычным, это может быть вторично, это может быть повреждение тех органов анализа, воспроизводство речи, а может быть, это нарушение физического плана или нарушение условий развития речи. Низкая работоспособность, несформированность произвольного поведения. Что же в результате этого и, соответственно, что мы, как психологи, должны будем сделать для того, чтобы, ну вот понимаете, вот из этих затруднений вытекают те занятия, те упражнения, те групповые, индивидуальные какие-то занятия, которые будут направлены именно на коррекцию и на развитие недосформированных или отсутствующих функций. Мотивация к познавательной деятельности, представление об окружающем мире. Ну, это наше направление, естественно, наше. То есть будем формировать мотивацию к познавательной деятельности. У нас достаточно много психологического, методического материала, который мы можем использовать параллельно с учителями, параллельно с дефектологами, например, с логопедами. Но у нас есть свои методы, которые мы будем использовать в выполнении. В выполнении заданий очень низкие. Соответственно, мы будем выстраивать наши коррекционно развивающие занятия именно так, чтобы ребенок имел успех. Я всегда об этом говорю, что можно выполнить два каких-то упражнения, может быть, это займет 10-15 максимум минут, но оба этих упражнения будут выполнены успешно. То есть мы создаем ситуацию успеха у ребенка и, соответственно, это будет в том числе и влиять на его самооценку и дальнейшем на формирование личности. Нуждаются в постоянной помощи взрослым. У нас сейчас развивается этот институт юборства, хотя далеко не быстрыми темпами, очень медленно. Когда, особенно дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нуждаются в помощи взрослого. Но это не только эти детки, это детки, у которых выражены нарушения со стороны внимания. Есть проблемы с регуляцией поведения или эмоций. Он нуждается действительно в помощи взрослого. И не всегда он обучается в малокомплектном классе или в малокомплектной группе. И поэтому, конечно, вот это институт юборства необходимо развивать. Потому что в этом случае, конечно же, присутствующий рядом взрослый, который направляет деятельность ребенка, цели направляет, то, естественно, что и усвоение ребенком данного материала будет значительно выше. Но со стороны нас это, конечно же, обязательно должны быть индивидуальные занятия. Не групповые, а в малой группе или индивидуальные. Низкий уровень свойств концентрации внимания, естественно. Низкий уровень развития речи и мышления. Трудности внимания инструкций, инфантилизм, нарушение координации как мелких, как и крупных движений, нарушение равновесия, нарушение пространственных ощущений, пространственного восприятия и так далее. Низкая самооценка, повышенная тревожность, петлительность, реагирование даже на тон. То есть, если мы вдруг как-то тон изменяем, то вот этот ребенок, он будет наиболее чувствительным. Ну и высокий уровень психомышечного напряжения. Это не только дети с детским церебральным параличом. Это практически всем детям свойственно с нарушенными возможностями здоровья, с ограниченными. С чем это связано? Ну, прежде всего, это связано напрямую с тем, что есть определенные нарушения мышечного ответа. Во-вторых, это высокая тревожность, переходящая в страхи, которая, к сожалению, тоже может вызвать вот такие проблемы. Пожалуйста, пишите вопросы в чат, вопросы. Хорошо? Так, не можем писать с первого класса по МПК, далее компьютерные технологии. Сейчас болят руки, не можем написать больше трех слов. Ждем обследование неврологии. С чем это может быть связано? Ну, недостаточно Анастасия Аркадьевна информации. Почему не можете писать? Он отказывается или просто отказывается, потому что нет мотивации? Или он отказывается именно от того, что он не может писать из-за боли? Если это болевой синдром, то, конечно же, нужно смотреть у невролога, обязательно изучать, что это такое. Если это проблема мотивации, то, соответственно, нужно психологически ребенка посмотреть. Болят руки, да? Ну, здесь неврологию нужно смотреть неврологически, потому что это может быть все, что угодно. Это может быть туннельный синдром, то есть воспаление определенных групп нервов, которые как раз отвечают за это как боли таких индустриальных, так и всех, которые у нас носят локальный характер, то есть отвечают. Извините, у меня просто здесь есть... Это может быть опухолевый процесс, это может быть ущемление в результате какой-то костной абсолютно. Ну, птихоневрологически, если нет нарушений, значит, это неврологические особенности. И нужно просто очень внимательно не только у невролога, но и ортопеда-травматолога посмотреть, не было ли травмы, ну, в общем, очень-очень много факторов. Повышенная утомляемость, повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к слишком раздражительности. Немножко скорость. Ну, и основные задачи специалиста, которые осуществляют психолого-педагогическое сопровождение, мы все-таки в большей степени говорим с вами о психологии. Это, конечно же, обязательное знание психофизиологических особенностей развития различных категорий. То есть вот та специальная психология обязательно, знание основных проявлений заболеваний, которые, собственно говоря, и сделали ребенка именно с тем, что... Ну, вот видите, вот вы отвечаете, что артрит, значит, нужно лечить артрит. И самое главное, что лечение артрита позволит ребенку развиваться нормально. Если вы оставите болевой синдром, а болевой синдром у ребенка артритически очень выраженный, и возможно, что у ребенка сформировался ревматозный ювенальный артрит, то очень тяжелое заболевание. И, честно говоря, вам уже не до красивого почерка. Главное, сохранить движение в ручках у ребенка, потому что это очень тяжелое заболевание, гормонозависимое, приводящее к неподвижности суставов. Естественно, что вот эти психофизиологические особенности мы должны обязательно с вами знать, основные клинические проявления вот тех заболеваний, которые наблюдают у детей. Да, мы должны принимать с вами участие в применении и разработке различных программ, как в общеобразовательных, так и специфических, психолого-педагогических. Я вложила там вам план индивидуального наблюдения, план индивидуальной работы с ребенком ОВЗ. Ну, я вот использую такое, вы можете использовать что-то другое. Мне вот так наглядно очень удобно. Я прописываю там определенные мероприятия в зависимости от того, какая категория у ребенка. И, соответственно, планирую сроки работы с ребенком. Ну, и очень удобно осуществлять контроль в такой форме. Следующее. Это экспертная работа, естественно. Ну, прежде всего, это экспертная работа в составе психолого-медико-педагогического консилиума. Это разработка участия в локальных актах. Далее я вам все это тоже включила в презентацию. При необходимости вы посмотрите для того, чтобы иметь именно то, что требует с нас и закон об образовании, и государственный образовательный стандарт и так далее. Взаимодействие с педагогическим составом, родителями, социальным окружением. Консультация, поддержка, работа с одноклассниками и сверстниками. Информационно-посветительская работа. Доклады выступлений по проблемным вопросам, которые интересуют педагогов, родителей, представителей органов власти, общественности. Вот у меня бывают заявки, когда просят провести семинар, например, для заместителей директоров по воспитательной работе, особенности, например, подросткового возраста. И действительно это бывает необходимо, потому что мы не все можем... можем подсказать, что и необходимо сделать. Потому что действительно не все специалисты во всех областях такого просто не бывает. Ну и инклюзивное образование, вот о чем все-таки мы говорим, это все, что мы говорили, ну и вот это определение инклюзивного образования. Это равноправное, равноценное взаимодействие детей с ограниченными возможностями с их здоровыми сверстниками, с целью их полноценного развития в условиях открытого образовательного процесса. К сожалению, во многих образовательных учреждениях, вышестоящих институтах почему-то понимают, что инклюзивное образование это подстраивание всей системы образования под одного ребенка. Если у ребенка действительно интеллектуально он сохранен, и он имеет возможности физические развиваться, как обычные дети, то, конечно, это вне всякого сомнения обучение в обычном классе. Но если это ребенок слабослышащий, вот смотрите, два слабослышащих ребенка, вроде бы одинаковые у них, но у одного с помощью слухового аппарата полное в исполнении слуха, а у другого не полностью, на 50%. Но почему-то отношение к этим детям склоняется в пользу именно инклюзивного образования. Не слышит он, на 50% он меньше слышит, чем обычные дети. О каком инклюзивном образовании может быть речь? То, что инклюзивное, естественно, образование в плане социализации, это вне всяких сомнений. Но для того, чтобы ребенок получал образование, ему необходимы специализированные программы, которые могут осуществляться только с помощью специально подготовленных специалистов, дипектологов, логопедов, это речевое развитие, много чего, плюс еще ему необходима специальная техника, которая сконцентрирована в специальных образовательных учреждениях. И делать из этого трагедию совершенно не нужно. А вот в общеобразовательной школе он будет ограничен, его права будут ущемлены. Ой, восторг! У нас в классе учится ребенок с синдромом Дауна. И что? 25 несчастных детей, потому что им недостаточно уделяется внимания, потому что большая часть, львиная часть внимания уходит слабоумному ребенку с синдромом Дауна. Ребенок с синдромом Дауна, припуганный до полусмерти, что ему там показывают, он совершенно ничего не понимает. Вот я пыталась это донести до специалистов, ну, сядьте в аудиторию, где на китайском языке ведется преподавание. Потрясающе интересного предмета, который вам интересен по вашей профессии, но вы ничего не понимаете. Или на русском языке, ну, квантовая физика. Я думаю, что квантовых физиков среди нас нет. Или нам объясняют строение коллайдера, большого коллайдера. Ну, естественно, что, несмотря на то, что основная масса сидит и все понимает и счастливо, что такой специалист читает лекцию, мы с вами ничего не поймем. Значит, разновидность – это инклюзивное воспитание. Вот с этим я абсолютно знакома и согласна, когда действительно мы обязательно должны проводить целенаправленную социализацию этих детей. Обязательно. Формируется ли этот ребенок в общей образовательной школе или это социализированная школа, но социализация должна быть социализацией. Инклюзивное воспитание – это целенаправленное изменение человека с ограниченными возможностями, но не только, а его еще и здоровых сверстников, когда они взаимодействуют друг с другом. И вот как раз на инклюзивное воспитание здоровых сверстников мы должны с вами обратить наибольшее внимание. Смотрите, для человека с ограниченными возможностями ценность «я» обязательно преломляется через восприятие его болезни. Происходит более медленная и адекватная самооценка, формируется с большим трудом и только с помощью взрослого человека. Для здорового ребенка ценность «я» будет связана со созданием границы между «я» и «не я». Вот в чем основная проблема. И, естественно, чтобы они воспринимали и друг друга, и сами себя одинаково, вот мы через это должны пройти. Я уделяю очень много внимания деткам в классах, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. И, естественно, что на первое место выходит формирование установок внимания принятия тяжелого мнения, толерантности и эмпатии. В виде чего хотите, в виде чего вам лучше всего удается, пожалуйста, я арт-терапевт. Я использую арт-терапевтические методы, естественно, это игровая терапия, это рисование, спектакли психологического нашего театра. То есть здесь все, что необходимо для того, чтобы восприятие друг друга у них было одинаковым, хотя они совершенно разные. Ну и в качестве задач, вот задачи для того, чтобы работать с классом, вот такие задачи я выделяю. Можете определить по-другому, но во всяком случае я выбрала их как наиболее самое необходимое, более важное. Основные направления психолога с учителями. Естественно, потому что направление в условиях инклюзивного образования, дело в том, что даже когда, вот смотрите, объединение школы, лицей и общая образовательная школа, в которой были коррекционные классы, но объединили по какой-то причине непонятной до сих пор эту школу, и естественно, что те учителя, которые привыкли работать с категорией одаренных детей, потому что это один из лучших лицеев, получили категорию детей с проблемами интеллектуального, в том числе и развития. Поэтому, естественно, что необходимо с учителями, в классах которых есть такой ребенок, с ОВЗ, необходимо вот эти направления использовать. И я возвращаюсь к системности этого процесса. Он должен осуществляться в комплексе систематически. Ну и есть направление работы психолога с родителями. Как детей с ограниченными возможностями здоровья, так и родителей, детей, которые обучаются вместе с этим ребенком. Поддержка, подправительная работа со здоровыми и совместные занятия. Как родителей, так и детей. Это обязательно. То есть или мы с родителями занимаемся, например, и здорового, и ребенка, и показы. Ну, очень много игровых упражнений, очень много. Как мы и совместные занятия детей и родителей. Очень было интересное занятие, цикл занятий у меня с детьми из колледжа. Были мои студенты психфака и были студенты медицинского колледжа глухие. Мы очень с моей коллегой, она еще к тому же переводчик, мы очень долго сомневались, сможем мы это сделать или не сможем. Дело в том, что через 5 минут эти дети, в принципе, даже не нуждались в нашей помощи. Так, доклада педагога, извините, это не ко мне. Это бухгалтерию, узнавать я этими данными не владею. Так, добрый день, какую программу можно использовать в школу для работы с ребенком с задержкой педагогического развития 4-7 лет? Дело в том, что я составляю индивидуальные авторские программы для детей, но я вам могу посоветовать, что здесь, конечно же, прежде всего, игра, любая игра, упражнения, сопряженные с игрой, очень много дидактического материала, но и обязательно, вот именно в возрасте 4-7 лет, обязательно у вас половина времени должна быть уделена групповым занятиям, микрогруппе, пожелательно. Согласно подходам, подход какой-то, не совсем поняла. Ситуация делается, давайте опять в школу, по области все закрыли, или домашнее обучение тогда пропадает, совершенно верно. Но дело в том, что здесь, естественно, что, Наталья Вячеславовна, это самый наш с вами больной вопрос. Ну, специальные школы у нас в республике не закрыты, да, сокращено количество, единственное, конечно, очень больной вопрос, это классы седьмого вида, те, которые, классы еще компенсирующего характера, и классы седьмого вида, которые позволяли нам в течение буквально нескольких лет полностью скорректировать значительную часть, до 50% детей, и перевести их в общеобразовательные классы. Но, к сожалению, как нам объяснили, это было связано с финансированием, прежде всего, потому что мы с вами знаем, что эти малокомплектные коррекционные классы оплачивались учителю точно так же, а нагрузка была значительно меньше. Ну, это болезненный вопрос, поэтому не могу я его решить. В детском саду ребенок с синдромом, да, на него распространяется инклюзивное образование. Ну, в каком образовании с ребенком с синдромом Дауна, как в лучшем случае, если у него олигофрения слабой степени, слабо выраженных, то это школа восьмого вида, ну, никак не общее образовательное. Ну, о чем вы говорите? В большинстве детей с синдромом Дауна имбецилы, имбецилы, они не способны получать образование систематическое. Зачем издеваться над этим ребенком? Потому что этот ребенок все равно ничего понимать не будет. Так, скажите, пожалуйста, что это представляет детям тьютера? Ну, тьютер, конечно, я вам уже сказала свое мнение. К сожалению, не развивается у нас достаточно этот институт. К сожалению, нет. Так, у ребенка задержка педагогического развития. Диагноз частичный агнезий, мозольство, целосимптоматический эпилепсия, все умственные отставания, нет. Скажите, ребенок будет разговаривать? Ну, как это нет умственного отставания? О чем вы говорите? Эпилептика. Сптоматическая эпилептия в раннем возрасте, она всегда приводит к определенным нарушениям умственного отставания. Насчет того, что будет разговаривать, его возраст не указали. Но есть большие сомнения на этот счет. Так, я хочу вам дальше еще сказать. Здесь уже есть слайды по тем программам, которые мы с вами будем участвовать, как психологи, ну и определение этих программ. Не входит в сегодняшнюю нашу тему, но тем не менее, я думаю, что вам это пригодится. Здесь нормативные различные акты, локальные акты, которые нам необходимы. Ну, то есть специальные условия, которые необходимы, для ребенка. Очень хорошая вот эта методичка. Я ее в свое время нашла. Посмотрите, много того, что будет вам необходимо. Ну и мои данные, пожалуйста, обращайтесь, звоните, пишите. Так, еще здесь есть вопросы. Сейчас я постараюсь на все ответить. Так, какие основные направления работы с 12, с умственной отсталостью, индивидуальная работа? Ну, дело в том, что дети с умственной отсталостью обучают в специализированных образовательных учреждениях 7-го, 8-го вида. Поэтому, естественно, что здесь у них свои программы. Индивидуальная работа обязательно идет. У них идет социальная работа по адаптации занятия. Поэтому, ну, не совсем понятно определение, как разговаривать ребенка. Достаточно сложно это. Ну, как разговаривать? Если он может формировать, значит, будете развивать. Если невозможно, то, значит, невозможно. Еще вопросы сейчас посмотрим. Раскопить презентацию. Ну, это уже объясняли. Как учить ребенка письмо, если он занимается по программе, но ручки у него практически не работают. Почему не работают? Ну, вот я поэтому и начинаю всегда свои вебинары именно с физиологических особенностей. Почему у него не работают ручки? По какой причине? Если это недоразвитие мелкой моторики, по какой причине недоразвитие мелкой моторики? Если это физический дефект, ну, как мы можем его научить? Если это нежелание или именно отставание, то есть родители не создали ему условия для развития мелкой моторики, значит, настойчивость, настойчивость и еще раз настойчивость. Так, папа, что ли? А, ну, это вам? Так, в детском саду ребенок, ну, это я вам уже сказала. Еще какие-то вопросы, да? Так, ну, вот у меня все. Спасибо вам за внимание. Следите, возможно, у нас будут какие-то дистанционные курсы. И прошу вас, высказывайте свои пожелания для того, чтобы... Так, у ребенка ДТП... Ну, здесь не вышло, Наталья Петровна здесь до конца не вышла. Ребенка ДТП и дальше я не... Спасибо за внимание, отключаюсь, не буду больше занимать ваше время. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...